Хотите насмешу? Песков назвал действия российских властей в борьбе с коронавирусом блестящими? Ух ты! Ребятишки, оказывается, блестяще отработали всю пандемию, ну конечно. Разве это не блестяще? Первое место в мире посмертности от ковид. Второе по числу заболевших в сутки, а впрочем, это ведь смотря какие цели российские чинуши перед собой уставили изначально. Если устроить геноцид, то они действительно красавчеги, а впрочем, чего удивляться? У нас вон экс-министр МЧС, отчаливший не так давно в рай, героя получил за то, что летом 8 миллионов гектаров леса в Сибири сгорело, сотни тысяч пострадавших, и это только люди. Сколько сгинуло зверья и растительности, никто не считал, каким станет ущерб для экологии. Да это даже спрогнозировать пока сложно, очевидно, только что чудовищным омушчине звезду. За данный ротный подвиг, ну тогда и Гориковой, и Поповой с мурашкой тоже по звезде давайте выпишем. Брат ваш старается, здравоохранения уже нет, ситуация с вирусом, с каждым днем все чудесати, и чудесати, по-моему, это даже не золотая звезда, а бриллиантовая, нет. Начинаем! Кстати, вот этот вот момент меня тоже заинтересовал. Смотрите, нам каждый день дают статистику, ну как дают, она находится в открытом доступе на титульной странице национальной поисковой системы в интернете. Цифры обновляются в режиме реального времени на основе данных, поступающих откуда-то там, из оперативных штабов, как нам говорят, и это здорово. Но меня-то какой вопрос мучает? А почему только две колонки? По числу заразившихся и по числу умерших? Мне одному кажется, что не хватает как минимум еще двух, а конкретно с данными о количестве выздоравливающих, плюс хотелось бы увидеть и цифры по числу привитых на текущий момент. Вот сегодня, если верить сайту СтопКоронавирус, в России вакцинировано уже более 50 миллионов человек. Показывайте нам эти данные также в формате онлайн с графиками, со сравнительными характеристиками и так далее, чтобы люди могли видеть не только сколько человек заразилось за сегодня, но и сколько выздоровело. Чтобы мы могли понимать, как прирост числа привитых влияет на общую картину заболеваемости и смертности. Ну это же логично. Почему настолько кошмарят и запугивают еще раз? Я хочу наблюдать полную картину происходящего, но мне ее почему-то упорно не хотят демонстрировать. Да и разговаривают-то со мной как с биомусором каким-то. Вот, пожалуйста. Доброе утро, уважаемые жители Шпаковского муниципального органа. Сегодня 19 октября 2021 года, вторник. И опять о ковиде. Больница заполняется болеющими коронавирусом. Еще так чуть-чуть и будет под завязку. Давайте перестанем тупить, перестанем заниматься мракобесием и начнем прививаться. Я обращаюсь ко всем тем, кто еще не сделал прививки от коронавируса и от гриппа. Перестаньте быть тупыми, мрачными антипрививочниками. В кадре глава Шпаковского района Ставропольского края Некты Серов. И вот тут надо сказать, город Михайловск или Шпаковка, как его называют местные, находится всего в пяти километрах от краевого центра. То есть данный персонаж не какой-то дикий абориген из леса? Тогда почему чиновник призывает граждан к вакцинации в такой вот форме, как бык из 90-х? Слышь, не будьте тупыми! Ну и кто после такого пойдет прививаться? Чтобы было совсем понятно. Представь, тебе понравилась девушка? Где-то в кафе ты захотел с ней познакомиться? Подходишь, алё, кобыло, пойдем, отца ***. Как много шансов у тебя с ней куда-то уехать после такого выпада? Перестаньте быть тупыми, мрачными антипрививочниками. К слову, вот еще на что обратил бы ваше внимание. Я просто знаю, эту Шпаковку был там в длительной командировке, там одна больница. Город можно пешком за полчаса обойти. Серов, значит, рассказывает об аховой ситуации в местной клинике прямо сейчас. Однако кадры в это время нам показывают архивные. Годичной давности первое, что приходит в голову. А сложно было дойти туда, снять, показать. Мол, вот оно, ребята. Оно так и есть, посмотрите, ужаснитесь. Нет, нам какой-то старенький мультик демонстрирует. Простите, ну почему я тогда этому Серову и его пропагандистам должен верить? Такие моменты меня на минуточку начинают терзать смутные сомнения. Это реальная журналистика, территория нездорового смысла. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали. Продолжаем разговор о блестящей работе властей в области борьбы с коронавирусом. А этот метод постоянных угроз. Издевательств, унижений, скотского отношения к гражданам. Разве оно может работать в плюс? Разве оно может помочь построению конструктивного диалога между обществом и чиновниками? Запугали, зашугали, застращали, измываются постоянно, а потом удивляются. Че-то россияне как-то неохотно идут на контакт. Что бы это значило? Да неужели ж опять кругом враги к нам сюда пробрались и голову народу морочат? Я-то вообще считаю, не хотите вакцинироваться, сидите дома, не работайте, не выходите вообще на улицу. А если хотите выйти на улицу, платите 200 евро, например, вам выйдут какой-нибудь аусвайз. А в маске с талоном можете, не пользуясь метро, дойти до магазина. Вот я-то искренне так считаю. Вот как раз еще один яркий пример их аргументации. Даже красивое немецкое слово прозвучало аусвайз. Не обратили внимания? Дорогие ура-патриоты, я к вам сейчас хочу обратиться. Обращаться к быглой элитам и их халуям все равно бесполезно. Итак, вы все еще считаете, что так называемые антиваксеры виноваты в провале противо-ковидной кампании в нашей стране? Потому что я, например, исходя из поведения вот этих вот людей, прихожу к одному единственному выводу. Они меня ненавидят. Они считают меня грязью, ошибкой природы, лишним на этом празднике под названием жизнь. И в то же время эти же самые люди, впервые между попытками и издевательствами, пытаются меня убедить, будто очень хотят меня спасти. Да вы серьезно? Ладно, не будем это дальше мусорить, потому что вы и так все понимаете. А безголовому ура-патриоту я все равно не смогу объяснить, по чьей вине с каждым днем становится все хуже и хуже. Много раз приводил этот пример, но повторюсь, вот собака, которая всю жизнь просидела на цепи. Что она знает о мире? Все, что она знает, измеряется исключительно длиной той цепи, условной, 3 метра от бутки и все. Попробуйте этой собаке объяснить, что всего в километре отсюда протекает красивая речка, раскинулся живописный лес. Она вас не поймет. И вот теперь, к бреда новости месяца, оно все-таки случилось. Повелитель многоходовочек и мастер всех переигралочек Владимир Путин объявил нерабочими днями неделю с 30 октября по 7 ноября. Как и предполагалось, нерабочие дни должны быть нерабочими, но с сохранением заработной платы. Эту почетную обязанность, как всегда, возложили на работодателей. Ну, то есть, работать предприятие не имеет права, так как неделя объявлена нерабочей, а вот заплатить людям за вынужденный простой работодатель будет обязан. Все как обычно, в путинском стиле, официант всем присутствующим, самого дорогого шампанского и икры, за счет присутствующих, разумеется. А хотя, че я за них заступаюсь? Не они ли минувшим летом, в нарушении всех законов, в том числе общечеловеческих, принуждали себе подобных к вакцинации угрозами, да продолжают по сей день? Вот вам и благодарочка прилетела от тех, кому подмахивали. Повторю, сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. В этой связи, с учетом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю предложение, ваше предложение, уважаемые коллеги, об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно. С сохранением заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно. И еще два важных момента в заключении. Если кто-то сейчас находится в отпуске, ваши отпускные никуда не переносятся. Поскольку нерабочие дни выходными не считаются, просто, ну, глядя, например, в закрытое окно, представляешь, что ты на море. Вот такая загогулина и самое главное, о чем повелел царек. Но усмотрение глав регионов, объявленная им нерабочая неделя, где-то может начаться раньше, а где-то может быть продлена. Посему, ну, вполне возможно, что нынешний режим ХЗ затянется примерно до мая, когда пандемия, естественно, пойдет на спад. Ну, там парад, бессмертный полк, сами понимаете. Все. Переваривайте, это реальная журналистика, не жизнь, а сказка у нас с вами, друзья. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты приветствуются. Оно помогает продвижению видео, попаданию его в раздел рекомендованных для подписчиков каких-то других каналов. Нас услышит больше народу. В соцсетях жду в друзья, добавляйте темы, предлагайте поднимем, обсудим. А я за Сим спешу, откланяться, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok